Их всюду преследовала плесень. Ни в одной комнате скрыться от нее не удавалось. Ее пытались заклеить обоями, обработать специальными средствами. Покидать многоквартирный дом, расположенный в ауле Адыгихабль по улице Советской Плесень, не намеренно. Ей удалось переселить отсюда часть жильцов на съемные квартиры. Уже сегодня этот дом признан аварийным. В конце 2020 года 16 семей получили долгожданный подарок денежную выплату за свои ветхие квартиры. Тем самым Карачево-Черкесия стала первым регионом в России, где завершена программа переселения граждан из аварийного жилья. В каких условиях до этого жили аульчане, лично ознакомилась Александра Коваленко. Вот уже как 4 года в этой квартире царит полная тишина, нет детского смеха, домашнего уюта и суеты. Семья Кемовых вынуждена живет на съемной квартире. И только вдохнув этот едкий запах и воочию увидев эти стены, понимаешь, что жить здесь невозможно. Видеокамера не может передать весь этот букет сырости и плесени, которые втихомолку здесь процветают. Вот это плесень. Вот это все плесень. Глава семьи Кемовых всячески пытался победить недруга. До кирпичей снимал штукатурку. Но новые белоснежные стены спустя время вновь покрывались черным налетом. Потом уже дети начали кашлять. Вот они начали врача вызывать. Врач говорит, у вас запах плесени. Начали открывать, вот мебель все начали перетаскивать, а за ними уже плесень пошла. Вот они и съехали. Ничего не помогает плесени. Она еще больше и больше поднялась уже и наверх. То было снизу, а потом видите, наверх пошла. И несмотря на то, что фасад здания дома на вид в хорошем состоянии, проектировщиками он признан аварийным. Перекрытие здесь деревянное. Фундамент дома сравнялся с землей. А попасть в подвальное помещение стало невозможным. Сегодня попасть в квартиру очень сложно здесь, потому что многие жильцы даже оставили свои квартиры и съехали. Живут на съемном жилье. Как, к примеру, вот здесь. Несмотря на то, что здесь очень тепло, но здесь жить абсолютно невозможно. Потому что здесь плесень завладела всей квартирой. В Карачаево-Черкесии досрочно была завершена республиканская программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской республики на 2019-2025 годы, которая была признана аварийным до 1 января 2017 года. В рамках этой программы переселено 7 аварийных домов. Из них 5 многоквартирных домов в Ужджигуте. Один в Адгихабле и один в Эркеншахаре. Благодаря главе нашей республики Темрезову Рашиду Борозьбевичу эта программа была реализована в прошлом году. Мы заключили соглашение со всеми собственниками жилья и провязали выплаты в полном объеме в прошлом году. Сейчас идет процесс. Кто-то ищет квартиру, кто-то уже нашел. Идет процесс оформления этих квартир. После получения выплат жильцы сейчас в активном поиске жилья. В Министерстве строительства ЖКХ Республики нам рассказали, каким образом они осуществлялись. Эта программа распространяется только на многоквартирные дома. И у нас обязательство предоставить квадрат на квадрат. Если семья проживает независимо сколько человек, если она проживает на 50 квадратах, то наше обязательство предоставить ей 50 квадратов. Выплата жильцам проводится исходя из оценочной стоимости дома, рыночная стоимость. Независимые оценки в соответствии с 32 статьей ЖКХ провели оценку этого жилья. И исходя из этой оценки произошла выплата. В этом доме Любовь Мижева прожила более 30 лет. Она очень надеется, что в ближайшее время в их семье будет новоселье. Но пока приобрести жилье на выплаченные деньги не удается. Цены на недвижимость в ауле возросли в разы. Делится с нами женщина. Перечислены нам деньги. Все вовремя перечислили. Но так получилось, что буквально нам перечислили деньги и сразу поднялись цены на квартиры в Адыхабле. И получилось, что мы, люди ищут, ищут, все квартиры подорожали. И вот некоторым приходится брать кредит, некоторым приходится брать что-то. Каждый как может выходит из этого. Также в эту программу попали многоквартирные дома Уст-Джигуты, жильцы одного из которых были переселены в 2019 году. А остальные жители четырех домов новоселье отметили уже в 2020. И отрадно отметить, что к 100-летнему юбилею нашей республики Карачаево-Черкесия подойдет без аварийного, непригодного для проживания многоквартирного жилья. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.